Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Группы ДimaTorzok 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 агульную ситуацию, цены и пагаршают цее, потому что еще в свой час Васлав Гавел писал, что в 70-е годы в Словакии не обязательно было стрелять людей, сажать их по турбам, достаточно было избавить работы, учебы, неких социальных льготов, и общество уже находилось в определенном страхе, и этого было достаточно. В нашей ситуации так же не обязательно проводить массовые жесткие репрессии, хотя я думаю, что такие варианты так же наши влады не выключаются, но что еще нужно было бы додать, что все эти измены будут проходить на фоне мощного экономического кризиса, который уже сейчас начинается, мы видим, как он лихоманит литерально нашу экономику белорусскую, и так же видно, что влада не готова на сегодняшний день соответственным образом отказываться, и адекватно отказываться на эти выклики, а начинаются некие соторговые кампании, как, например, «Дармаедство», яка мне вельми нагадывает эту кампанию андроповских часов 80-х годов, и мы памятаем... Это мощная рука. Мы памятаем те часы, когда в другой половине 80-х годов ловили дармаедов и прогулщиков по кинотеатрах и когда крамов в Вечерках, ну что-то подобное мы видим сейчас, это некие дивные списы, которые незразумело, каким чином будут вызначать, кто потрапляет под эту категорию, и вместо того, чтобы реально працовать с кризисом, они начинают шукать некие механизмы усмакнения, тиску на громадство, на некие слабые группы этого громадства, на алкоголиков, еще на кого-то. Вот это, я думаю, некого вынеку доброго не даст, и нам треба быть подрактованным до верогодных, сруйозных социальных активностей, неких социальных выбоков, которые верогодны при этой экономической ситуации, которая погаршается, и, соответственно, погаршаются и охова правов человека не только громадзянско-политичных, а и в социальных сферах. И это вельми важно, потому что будут выкидывать людей с працы, будут позбавлять неких элементарных заробков, и те проблемы экономичные, которые должны выращать власти, они будут стараться перекласти на плечи людей. И мне подается, что мы, правооборонцы, должны в этой ситуации адекватно называть речи своими именами. То есть, когда додать немного про этот экономический кризис и фон наступного года, то тут мягчимый такой сценарь, что экономический кризис традиционно влияет на массовую активность. Со своего боку массовая активность людей, вот выходы на площадь, такая большая интенсивная вуличная активность, протестная активность, она завсёды связана с тем, что в уровне репрессии массового падает, что это решается. У ЛАД вельми негативно вспоминать любую такую протестную активность людей. И это створает контекст наступного года, при том, что сегодняшняя оппозиционная политическая сила не смогли после 2010 года выйти с некой агульной позицией, альтернативной стратегией, набором неких привабных для людей фигур, которые консолидуют на себе альтернативную пропавновку для общества. И поэтому вся эта активность, она будет дезорганизованная, стихийная, что еще больше делает людей не обороненными. И тут, значит, надо играть организации, которые могут в этой ситуации им допомогать, минимизируя репрессионные заходы, которые будут делать с УЛАДами. Так, я сгоду с тобой, и с другого боку, опыт вот этой социальной активности, активности громадской, скажем, яка не централизована, она так само может реализоваться у поспехового, скажем, проекта изменной ситуации, достатково згадать, сдовже штучих Словакий, 25 годов, как они святкуют, значит, измену политической ситуации в Украине. И я памятаю размогу с такой подписанкой харты 77 Петрушкой Шустрова, яка расповядала, что еще литерально за 2 годины перед этими падеями диссиденты и правооборонцы чешские сидели по кватерах и прикидывали, как им отзначать 10-го снежня во умовах диктатуры и вельми серьезного пераследу. Но потом в листопаде это все так резко и худко пошло, что 10-го снежня они уже означали в совсем инших умовах, и это уже была иншая ситуация. Тому громадская активность, даже без выразных таких лидеров, она часто может так само изменить ситуацию лучше на кераме. Один, что, напевно, объединяет в этом случае, это наявность вельми мощности внешних факторов. Напевно, в постсоветских краинах может быть не так худко это все развивалось, когда бы Советский Союз не гублял былой, так скажем, моц, и сам не отчувал великий кризис и политичный, и экономичный, и инший. Зараз мы так само маем ситуацию с неких внешних моцных взрухов, которые бывают вокруг нас, меняется геополитика, начинается некая новая передумыва холодной войны, и каким чином это все добьется? Тяжко сказать, сабры. Але мы тут говорили вельми шмат разных, напевно, пессимистичных неких речев, але мы забылися, сабры, что заходит Новый год, новогодние святы, и я пропаную, скоростившись моментом, повиншевать наших сухгромадзянам с этими святами, сказать пару неких слов для их. Дорогие сабры, я жадаю всем добро означитесь в этих шерах святов, которые сейчас у нас наступили. И в наступном годе, все ж таки, наша Беларусь сдолила ввысь на некий інший узровень, ось того застоя, того болота, в яким мы находимся уже двадцать годов. Виншую вас. Дорогие беларусы, дорогие свои чинники, виншую вас над заходчими колядами и Новым годом, изучу доброго настрою и бадзерості духу так скваданных умов, что нас чекаются в 2015 годе, я думаю, что мы все перерадовали. Ну а подсумовывающе все сказанное, я просто напевно скажу словами одной из песни в Океана Эльзе, что все будет добро. До облачения. До облачения.